Приветствую всех! Рад вас видеть в своем склепе. Что-то я очень много шью в последнее время и не выпускаю ролики. Сижу в своем склепе и только и делаю, что шью и прогоняю всяких людишек. Но сегодня я решил выйти в свет или в тьму и хочу вам предложить посмотреть ролики вместе со мной, трейлеры к фильмам. Первый трейлер это будет безусловно хит, потому что Джонни Депп в фигне не снимается. Поэтому давайте сейчас посмотрим этот трейлер. Представляю вам Жанну Вавернье, именуемая ангелом. Ангел, сошедший с небес. Я ждал тебя. Кстати, фильм называется Жанна Дюбари. В 2023 году он выйдет, но я не знаю точно когда. Вышел только один трейлер и мне кажется он прям великолепен. В том числе и костюмы и все в них хорошо. Я ждал тебя. Я люблю тебя. Это не любовь. Ты не думала о том, что пора изменить свою жизнь. Куда мне идти? Жанна Дюбари хочет, чтобы я познакомил тебя с королем. Графиня Жанна Дюбари. Самое главное, не смотри королю в глаза. Он это воспримет. Джонни. Но его явно состарили. А посмотрите на довольного чувака справа. Он очень доволен. А посмотрите на задний фон. На задний план на этих людей. Какая у мадам там прическа замечательная. Прикольно, прикольно. Не, костюм у Джонни прям хорош. Но мне кажется у него не такие ярко выраженные морщины. И мне кажется его специально состарили. Ну ладно, продолжим дальше. Как приглашение. Приглашение куда? Чтобы уединиться. Отец, мы стали посмешищем всего Версалия из-за твоих скитаний. Премьер-министр не потерпит такого. Вы позволяете девушке с улицы оставаться в вашем окружении. Эта девушка рядом со мной. Мое личное дело. Я люблю вас. Мы все рассчитываем на то, что вы добьетесь того, чтобы эту несчастную женщину выгнали из замка. У короля есть другие любовницы? Из-за наличия любовниц у короля открывается темная сторона. Вы в опасности, мадам. 16 мая он. А, премьера 16 мая. Либо что-то еще. Ну в общем я погуглю и вы увидите вот здесь вот. Что точно. Но в любом случае я хочу это посмотреть, как минимум из-за нарядов. Как максимум. Ну, интересно довольно, вздумка. Что там будет происходить, что там за драма будет. Я такое люблю смотреть. Мне такое нравится. Next. Последнее путешествие Дементра. Это экранизация главы из книги Брэма Стокера «Дракула». Когда Дракулу перевозят на корабле и нам расскажут о событиях, что же случилось с моряками. Ну, видимо, какая-то страшилка. Давайте посмотрим этот трейлер. Зло на борту. Могущественное зло. Мы зовем его Дракула. Деметр отплыл из Румынии в Лондон. С частным грузом на борту, содержимое которого неизвестно. И он посреди бескрайнего моря. Это Клеменс. Он врач. На вид вы человек образованный. Кембриджский университет. Я знаю, как управляться с кораблем. Наш заказ обещал бонус за своевременное прибытие в Лондон. Позвольте мне показать вам корабль. Это Геккельбери. Мы стучим по дереву, чтобы все обошлось. Деметр без сомнения отличный корабль. Что-то разорвало животное на части. Весь домашний скот? Это похоже на укус. Обыщите корабль. От и до. Зло на борту. Могущественное зло. Ночью он пьет нашу кровь. Он здесь. Мы зовем его Дракула. А почему он там голожопый? Он же, по-моему, не был голожопым. Ну ладно. Он приближается! Вы видели, какой он огромный? Я хочу убить эту тварь. Он на этом корабле. А значит, нам конец. Дьявол реален. Да смилуется Господь. Да покажите уже ближний план, как выглядит его морда. Ну же. Спать над всеми нами. Последнее путешествие Диметра. Озвучено для канала в рейтинге. Ну, хз. Посмотреть можно. Выйдет в августе. Вообще, этот трейлер какой-то пустой и неинтересный. В нем нет ничего особенного. Некст. Последнее королевство. Семь королей должны умереть. 2023 год. Я смотрел ранее Последнее королевство и бросил смотреть на моменте, когда главный герой начал метаться. К одной стороне, то к другой. Как будто он не мог определиться, с кем ему быть. Тупо и глупо. Сейчас посмотрим трейлер. Конный король этих земель, Эдуард, умер. Не ждите, что Эдельстан станет королем. Утро. Ты знаешь пророчество? Семь королей умрут. Вся Британия объединится. От продюсеров Последнего Королевства что-то будет. Я выполняю волю Божью. Грядет война. Нужно лишь выбрать сторону. Бог хочет, чтобы ты сражался. Ваши земли будут захвачены. Это ложь. Мы можем их победить. Объединившись. Иначе мы вернемся в темные времена. Семь королей должны умереть. Ну, это на Нетфликсе будет, что я могу сказать. Выглядит довольно эпично. Можно посмотреть. Ну, я по-любому буду смотреть за шитьем. Потому что смотреть толком нечего. Очень интересно, будет ли выдержана атмосфера в этом фильме. Потому что в сериале атмосфера просто великолепна. НЕКСТ. НЕКСТ. Следующий трейлер. Но этот фильм уже вышел. Он с Николасом Кейджем. Называется Рэнфилд. Я его уже скачал, но еще не посмотрел. Вот сейчас вот вечером буду его смотреть. Вышло два трейлера. И они разные. Мало ли кто не знал, что такой фильм существует. Поэтому я его показываю. Мне кажется, он выглядит довольно интересно. Мне, по крайней мере, интересно, как Николас Кейдж там сыграет старого такого вампира. Сейчас посмотрим трейлер. Я их тоже не смотрю. Я просто увидел постер и уже заинтересовался этим. Извините, что прерываю. Вы в порядке? Мне нужно избавиться от токсичных отношений. Почему бы вам не рассказать, что привело вас сюда? Мой босс, он другой. Не можешь выбросить его из головы? Нет. Мне нужна твоя помощь. Иду, хозяин! Тебе кажется, что он может уничтожить тебя щелчком пальцев? Даже щелчка не нужно. Понятно. Да, звучит знакомо. Да, что? Я хочу такие же зубы, как у этого Дракула. Канфилд, приведи мне невинных жертв. Мне нужна горстка монахинь. Полный автобус черлидерш. А я хочу просто нормальной жизни. Но современный мир – опасное место. Всем на землю! Лежать! Спасибо, ты спас мне жизнь. Оренфилд получает сверхспособности, съев таракана. Возможно, Дракула что-то с ним сделал, но это я не знаю. Хм, довольно забавно. Ну, возможно, фильм будет глупенький, но не знаю. Посмотрим. Я видела, как ты порезал парня сервировочным блюдом. Все дело в запястье. Позволь мне объяснить. Мой босс дал мне эту силу. В свою очередь, я заботюсь о его потребностях. Включая уход и... Ну вот, мой босс дал мне эту силу. Ну, все понятно. Теперь. Включая уход и кормление. Ты приносишь ему людей поесть? Ты прям как парень из Delivery Club для злодеев. Но если бы вы перестали утолять его потребности, что бы произошло? Он начнет лишаться своей силы. Точно, он лишится своей силы. Что? Это так странно, что вы так сформулировали. Но да! Привет, вы навстречу? Что ж, заходите. Нет! Нет! Некоторые называют меня... Жесть, сколько у него там колец. Некоторые называют меня темным. Другие – повелителем смерти. Но для большинства... Дракула. Ладно, очевидно, здесь нечто большее, чем просто нарциссизм. Ренфорд. А теперь... Давай... Какие у него мемные зубы. О, блин. Давайте поедим. Пишите комментарии, что бы вы хотели посмотреть из этого. Так же лайкайте и обязательно подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь. Так же, заходите на мой Озон. Там можно приобрести вот такое чудесное колечко. И такое вот чудесное колечко. И скоро я такое вот буду продавать колечко. И можно будет приобрести эту рубашку. Всё, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok